здравствуйте уважаемые зрители вы на канале деревенский заколхоз с вами василий и сегодня по просьбе одних из наших зрителей пенсионеров я сниму место о котором они просили немножко сказать они хотят снять жилье на это лето на улице советской около грязевого озера в голубицкой я хочу показать им какие здесь хорошие места они спрашивали недалеко ли ходить до моря я сейчас прокачусь и покажу в принципе советская очень длинная улица есть и такие места где там 600 метров ходить до моря 800 а вот здесь у грязевого озера метров 200 может быть там 300 если по переулочкам я как всегда снимаю это ранним утром покормил опять там все свое хозяйство и есть время немного поснимать вчера в голубицкой было праздники у нас такие зоопарк детей принимал бесплатно я снял видео тоже и открытие сезона салюты были вчера тут народу уже очень много сейчас мы с вами подъедем еще на пляж я покажу как море смотрится покажу сколько уже людей там в палаточка живет это один зритель у меня все время интересуется он дыхает судаке и можно ли здесь остановиться можно друзья и нужно голубицкой это очень хорошее место для такого отдыха с палатками сейчас я покажу очень хорошее место там дальше за голубицкой если проехать в сторону там они там вообще много кемпингов и недорого я раньше тоже часто с нас в таких местах ну на самом деле кто любит палатки поймет не это очень хорошо ладно друзья давайте прокатимся посмотрим какие здесь великолепные места для пенсионеров можно отдыхать дышать воздухом конечно будет жарко поэтому я советую всем утром или вечером гулять это самое лучшее время особенно с детьми очень легко ходить и с колясками и кто уже такой возрасте люди отправляемся в путь уважаемые зрительницы вы не пугайтесь вам в гору ходить не придется я просто показываю сверху чтобы вам было понятно как озеро выглядит сверху и вот эти места для прогулок если вы сюда захотите видите здесь у нас даже целый сосновый лес высадил один из жителей за свой счет можно здесь гулять будет скоро дышать воздухом хорошим рядом есть столовая это если вы здесь горе будете гулять очень хорошее место посмотрите он сначала у себя во дворе засадил все хвойниками и такими интересными растениями теперь добрался до голубийской у меня в принципе цель такая же я хочу у себя научиться выращивать вот такие сосны семян если кто у кого-то есть из вас опыт подскажите как это делать и буду потом тоже так же высаживать уже на улице ну согласитесь да очень интересные люди и такую красоту делаю в нашей станице как раз этого не хватает здесь тоже будет для гулять если будете снимать здесь жилье скоро здесь его аллея вырастет посмотрите уже цветы сами вьются здесь или высажены я даже не знаю красота вот мы спустились немножко вот стой горы но я вот еще раз говорю вы не пугайтесь здесь кажется горы и ходить трудно я имею ввиду для пенсионеров на самом деле когда вы идете гуляете поют птицы и такое хорошее утренние да вот воздух хороший вечером вам ходить здесь будет не трудно очень много здесь каменчик по пути я сейчас еще одно место покажу там очень приятно сидеть в тенечке деревьев и смотрите уже занялись здесь небольшим облагораживание вот этой территории можно посмотреть у меня есть видео опасная тропа в голубийской там я подробнее рассказываю как проход к морю отсюда и так далее очень интересно посмотрите там встретил здесь очень интересного человека ладно мы двигаемся дальше этот человек кстати был одним из первых моих подписчиков реальных нужно понимать его сначала там кое-какие родственники подписались а потом вот он здесь встретился строитель александр здесь ремонтировал базу ему спасибо кстати за это передаю мало ли он еще смотрит вот посмотрите еще одно место здесь видите тоже ведутся работы хотя сезон уже начался и я не знаю закончат они завершат или нет на коляске друзья кто вот раньше здесь на верхней голубийской жил снимал жилье я не знаю как вы здесь будете ходить этим летом вот обратите кстати внимание это конечно плохо но пешочком здесь гулять хорошо и можно ну может быть и сделают я не уверен давайте еще приедем сюда посмотрим попозже места здесь очень красивый очень много тропинок здесь погулять как раз для пенсионеров это очень хороший вариант слышите какой птицы у меня есть видео на канале секретное озеро в голубийской я там ходил ранним утром и слышно как поют птицы целый хор это просто сумасшедшие видео тоже посмотрите друзья и вот вы сможете тоже каждого утра ранее слушать птиц вот как сейчас единственное что мне не понятно почему здесь выравнивается площадка очень не хочется здесь видеть вот в этом месте какие-то ларьки и что-то еще это будет катастрофа если они хотят сделать здесь какую-то зону для отдыха это конечно плюс большой но ларьки вот здесь точно не нужны друзья здесь было место такое ну я вот сюда попадал как будто в какой-то глухой глухой тихой деревушке находишься никаких шумов не слышно просто какое-то райское место и тут вообще не нужны ларьки зовут точно узнаю тут это место в голубийской бывал поймет меня ладно а мы двигаемся дальше пока видите как сердись близко вот само грязевое озеро не один я люблю рано вставать там работает трактор эскаватор а здесь смотрите засыпали уже эту яму огромную тут было две ямы так что все в порядке кто-то даже уже на коляске пытался здесь проехать похоже сейчас мы посмотрим эту улицу и подъедем к морю вот здесь она начинается вернее даже заканчивается здесь уже идут последние номера домов этой улице и вот это все жилье она практически сдается в редких исключениях здесь хозяева не сдают жилье и вот посмотрите я специального сверху показала это место чтобы вы видели как близко море сейчас я специально прокачусь по ней до крокодила фермы оттуда мы уже пойдем на пляж очень близко будет вам ходить на пенсию очень хороший вариант на самом деле и погулять можно и близко к морю а вот например советская 195 это вам для ориентира вот туда про год как раз в год ну в горку вот в эту очень хорошее место здесь уже полно машин люди уже отдыхают потому что у нас уже в мае как летом и сейчас очень хорошая погода начинают приезжать начало июня здесь сразу есть вот проход морю вот эти мест где показал видите такой проходик хороший с лайками тут одежду тоже продают разные там круги если это нужно можно будет здесь купить здесь же недалеко столовую но я сейчас буду показывать дальше а вот так это выглядит улица ходить в принципе можно здесь конечно видите как пока дорога не укатана но пешочком идеально а вот здесь уже подачи немножко мы отъехали посмотрите уже хорошая дорога уже можно на колясочках но туда тоже можно друзья проехать на самом деле ну там сколько-то метров там это ерунда так иди сюда я как всегда беру им что-нибудь перекусить и сюда на на тебе на хотя они домашние собаки но ведь и все равно иногда хотят чем-нибудь перекусить очень много бездомных собак и нужно так иногда подкармливать я вожу с собой периодически подкармливать посмотрите кстати вот уже видите вот у нас уже голубицкой в принципе немного еще конечно людей основная масса приедет после 15 июня но сейчас уже хорошо здесь как интересно прямо на дороге я даже не знаю что это такое трубу прорвало или что происходит непонятно так главное мне здесь проехать в одном из роликов я в лужу грохнулся это когда я на дикий пляж ехал тоже посмотрите видите вот какие хорошие такие в принципе здесь условия домики старенький но этого вы не пугайтесь главное что здесь уютно хорошо хозяева здесь я уверен на сто процентов будут вам относиться как к родным все разместят все покажут куда ехать куда что за зиму здесь такой создается дефицит общение в людей они очень общительные то есть можем все хорошо кстати я передаю привет одному из зрителей вот он где-то в каком-то из этих домов снимал жилье можно ему написать если он ответит забронировано ли там жилье или нет еще съесть свободные места точно кстати надо будет вас вести и вы ну спишитесь там как-нибудь я не знаю можно ли выставлять координаты свои и видите вот везде сдаются домики везде сдаются сдаются я раньше сюда приезжал на машине и просто подъезжал к воротам и спрашивал если жилье а вот здесь вот смотрите сейчас я вам покажу как основные здесь такие развлечения около этой улицы она уходит вот туда далеко но в принципе она идет вот так вдоль моря и ходить вам будет тоже удобно еще один плюс это вот эта остановочка общественный транспорт можно уехать куда-то в темрюк на рынок если что-то еще там случится да там в аптеку ну и так далее рядышком видите много столовых здесь сразу еще один проход к морю там сейчас вот люди ну раннее утро еще друзья вы не пугайтесь чтобы как тут пусто вы знаете все я люблю ранним утром это посмотрите уже очень много людей стало идут уже купаться загорать вот это крокодила ферма я конечно не знаю будет ли это пенсионерам интересно но все равно мало ли вы с внучатами приедете это тоже на самом деле хорошо посетить есть конечно поближе если есть такие финансы позволяют вот здесь еще тоже вот видите такие как бы отельчики есть здесь справа тоже можно снять жилье здесь базы но я все-таки советую кто любит такой отдых потише снять вот там где я показывал именно на советской улице участников потому что там будет все-таки потише вам здесь все-таки музыка будет какая-то да вот это вот слопотворение народа ну хотя разного нас пенсионеры бывают если ты в 45 лет да у нас такие поэтому может быть им самое то самое начало жизни можно сказать и нужны вот эти танцы веселье все это в голубицкой есть вот я вам показал там проходы к морю везде есть не нужно будет вот обходить этот комплекс столовых отельчиков какие-то развлечений можно будет сразу туда и спускаться к морю по той тропиночке и вот по другой хотя здесь есть очень много других а я сейчас хочу прокатиться на центральный пляж показать как там люди сейчас палатками отдыхают для одного из наших зрителей он тоже любит судаке отдыхать хочу показать что здесь тоже можно и нужно кстати вот вчера у нас что получается был праздник посмотрите сколько мусора сегодня с утра каких-то коробок непонятных видите люди вчера погуляли видимо очень хорошо и здесь вот у нас обратите внимание вот это все парковка то прижат голубицку на море на центральный пляж вот все-все-все-все вот эта парковка то есть место хватит вам здесь сто процентов ну тут редко-редко когда не хватает места мы тут сюда тоже приезжают на машине здесь очень хорошее место есть и всегда хватает я вот сейчас поговорил я с прекрасным таким интересным человеком дмитрием он меня сказал цены он снимает здесь на курортной тоже недалеко там примерно от 2 300 и выше номера сдаются а вот здесь у нас я сейчас подъеду от палаточкам здесь у нас есть пропускной пункт в это место где можно кемпинг свой устроить заехать на машине заезд в этом году стоит 300 рублей и сейчас вот мы как раз прокатимся туда и грязевому озеру я вам покажу обратите внимание весной я вам показывал что здесь творилось до ветра шторма делали конечно свою работу такую интересную все было выворачено переворочено туалетик здесь есть обратите внимание и bio и такой и вот уже порядок навели я вот всегда про это и говорю кто-то голубицкую из реже таких блогеров снимает тоже таком черном плохом свете что здесь всегда бардак здесь всегда плохо и так далее на самом деле конечно же осенью здесь никто не следит сожалению но к лету практически всегда порядок наведен видите даже вот здесь ну конечно не хватает вот таких как бунгало небольших для отдыха сейчас давайте пойдем к озеру я вам покажу а вот это дорогие пенсионеры то самая лечебная грязь здесь даже обратите внимание кто-то свое приспособление для набора грязи грязи оставил чистота здесь мусора пока никакого вообще нет это тоже радует значит убирали этот пляж ну как пляж это знаете дети очень любят здесь купаться и взрослые у кого есть проблемы я не знаю насчет лечебных таких уж свойств грязи но когда допустим проезжаешь там до 2000 километров у меня обычно нога болит и вот здесь когда я приезжаю первым делом голубицкой бегу в море искупаясь в море набираю вот эту грязь она черная и нужно брать там подальше здесь с песком она а там она такая жилистая такая вот грязь вот ее нужно набирать намазываешь на больное место и меня вот у меня отпускала эту боль и то есть я за отпуск голубицкой я останавливался буквально ну даже за пару дней вот если конкретно нога после машины половина сразу уходит когда в море покупаешься проблем а вторая уже после грязи и здесь еще один плюс есть я вам сейчас тоже покажу сейчас это пока в плачевном состоянии тоже посмотрите лечебные процедуры вулканическая грязь здесь есть такой большой бассейн сюда привозят грязь но здесь грязь другая она такая как рассказать такая серовато-голубоватая что ли она тоже лечебная и вот можно процедуры принимать если вы на пенсии то вам вообще будет удобно очень хорошо а так голубицкое прекрасное место вот может быть надо было мне и приехать когда здесь много людей будет сейчас все спят еще я вот только дмитрий вот этого встретил очень интересно мы тут поговорили наверно полчаса он тоже любит с утра гулять я думал тут я один вообще на пляже а нет оказалось ладно сейчас мы посмотрим палатки и подойдем к морю вот я посмотрите как здесь удобно хорошо можно расположиться тишина вообще классно смотрите сколько много мест для машин и вот так вот путешественники кто знает то едет в крым и все куда-то вот такой судак один из зрителей наших там можете вот сюда заезжать 30 рублей въезд машины то есть это вообще великолепно но палатки здесь не выдают я не замечал что были одинаково у каждого свой шатер вообще сказка и смотрите я в режиме то сказать онлайн до выйду на пляж кстати посмотрите 7 утра и палаточники наш уже просыпаются и на пляже оказывается уже много людей вообще шикарно а вот центральный пляж обратите внимание здесь тоже уже наведем порядок просто отлично как раз вот здесь я сейчас нахожусь в таком центре этого пляжа обратите внимание вот можно кто хочет потише ходить туда загорать и купаться сожалению в этом году наверное вот этот вот вал из песка как бы такая дюна импровизированная как в анапе она наверное останется они опасаются таких вот нагонных волн тут бывает голубицкой периодически затапливают их ларьки ну вот в один день буквально до вода поднимается и немножко подтапливает там не сильно но все равно неприятно оборудование какой-то может испортиться холодильники и вот они такие валы здесь делают наверное в этом году не стали его убирать обычно раскатывает трактор и ровный пляж но это даже хорошо я показывал одном из видео как дети любят на нем вот на этого играть пувыркаться это вообще классная вещь а я люблю вот на нем загорать как раз тут можно так удобно расположиться как на гамачке до головой вверх а кому жарко я уже рассказывал вот пожалуйста у нас здесь деревья можно спрятаться в тенечке к сожалению некоторые деревья я не знаю куда делись либо шторма их вывернули но я там видел парочку с вывернутыми корнями надо чтобы снова выросли и вот на такое море вы будете ходить на такой пляж очень близко советская в этом плане все хорошо посмотрите друзья мне вчера один зритель написал что же ты мол показывает что медуз нет а их действительно нет ты покажи лучше в августе друзья я его августе покажу но сейчас то их нет я показываю как есть просто ну вот 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 сегодня да я приехал 5 июня я сегодня показываю стоит медуз нет если будет в августе я их обязательно покажу ну куда я их могу спрятать это же на самом деле все просто поэтому не переживайте если будут какие-то интересные здесь происшествия я покажу если смогу тоже работа же у меня там да семья там и все такое сегодня вот у меня есть время я как раз для зрительницы и приехал сюда а вот для второй зрительницы я может быть тоже сейчас прокачусь но если у меня вот хватит зарядки на телефоне я сниму обязательно советская 2 а это находится буквально недалеко от зеленой улице у меня есть ролик зеленая 5 это рядом буквально зоопарком лукоморье тоже хорошее место там примерно до моря где-то 620 метров что ли ну совсем ерунда пожаре один зритель писал тяжеловато ходить ну представьте ну 620 метров друзья это ну можно потерпеть я уже говорил что я люблю утром ходить вот как сейчас сейчас не жарко море теплое вообще хорошо она обычно утром тихая сегодня обратите внимание ветерок с утра и она волнуется но мне даже это больше нравится когда вот она тихая в тихом есть свои преимущества такие задержать тишина такая вот ну спокойствие утром она чисто не сбаламучено видите как песок баламутит и кажется что она мутная это взвеси морские поднимаются но на самом деле очень интересно на взрослом море вы не представляете какой здесь аромат моря это просто какое-то чудо даже не передать на пенсии здесь вообще шикарно пишите мне если там нужно будет какая-то помощь голубицкой я вам помогу тут подскажу что знаю мало ли что случится в жизни бывает и вот один зритель я не помню как канал называется вот кто судак ездит посмотрите я вам советую я понимаю судаке там у вас свои да уже старое жилье свое такое вы привыкли там и туда ездите да это хорошо но вот остановка зачем вам эти отели где-то там очень в голубицкой можно остановиться вот так вот с палаткой и очень хорошо отдохнуть это просто великолепно друзья я совсем забыл это сообщение если вспомнил когда еду назад они еще спрашивали про улицу набережную вот просили показать советскую в начале вот именно у грязевого озера но я вот вам показал и улица набережная это как бы второй такой вариант давайте сейчас туда еще прокатимся здесь от центрального пляжа в принципе тоже недалеко но это конечно же зависит от дома сейчас я поближе подъеду и покажу здесь вот рядом что советской в начале до что с набережной и здесь есть магазины близко это на самом деле очень хорошо кто отдыхал на юге он меня поймет и вот здесь даже можно снять жить вот жилье там отель глория был написано и вот видите вот там вот я вначале видео показывал вход его уже открыли открыли он видимо всем утра открывается может быть и раньше даже может быть сейчас занесем изра 6 вот эта улица обратите внимание здесь жилье востребовано потому что здесь до моря но я даже не знаю на метров 100 как ориентир запомните вот этот дом набережная 48 я сейчас немножко прокачусь по набережной я просто не знаю какой у вас дом а вы потом выберите вот единственное что здесь проходу к моря нет видите вот этот вот огромный бетонный длинный такой забор к сожалению те люди которые здесь снимают жилье они все равно будут ходить вокруг него поэтому здесь особой роли не играет когда в объявлениях пишут вам до моря 60 метров или там до моря 100 метров по факту вы будете ходить там но грубо говоря там 250 может быть 300 от силы ну это немного друзья это ну сами понимаете когда остановки дайте где-то где вы живете в ваших городах тем более видите здесь тропиночка идет в тени хотя днем солнце будет здесь да это сейчас утром она в тени а днем будет конечно солнышко вот здесь хорошее место тоже снимать там если одна женщина разрешит мне ее хоромы снять люди просят можно будет ей помочь место здесь просто идеально можно договориться тут с контролером на базе и проходить конечно не бесплатно наверняка не берут какую-то плату за это но можно а так это набережная очень длинная ее не зря назвали таким названием она идет вдоль вот этих вот баз отдыха различных как раз недалеко от берега и очень много жилья еще недавно в голубицкой здесь были совсем другие пейзажи а сейчас очень быстро все меняется все строится особенно хорошо как вот эти дома отдыха базу ведь они озеленяют станицу вот запомните это место сытный дворик посмотрите как хозяева здесь окультурили свою территорию ну просто очень хорошо и вот смотрите выбирайте дома какие вам интересны здесь очень много таких вот табличек указатель издаю жилье вот это тот самый проход друзья где есть трактор дт-75 если вот туда противно повернуть направо вы это увидите чудо рыбацкая база и вот посмотрите все люди еще спят раннее утро как хорошо в голубицкой вы не представляете какой воздух свежий утром просто чудо я буду записывать такими короткими роликами чтобы у меня телефон не разойдется кусочками видите здесь тоже хорошие места есть даже закрытой парковкой это тоже вот эта улица вот здесь очень часто спрашивают о парковке поэтому я показываю немного зелени есть уже машины можно будет ставить в тенечке раз днем солнце вот там будет и машину вот эти все будут в тени деревьев вот мне нравится когда люди вот на таких вот своих домах отдыха зелень смотрите как хорошо вот здесь кто-то недавно тоже посадил скоро здесь будет просто великолепное место я буду показывать гостевой дом марияс вот спасибо вам друзья ладно мы едем дальше на советскую 2 пока телефон еще вроде работает а вот ближе вот посмотрите это тоже набережная да это вторая как бы такая часть ближе к аттракциону ближе к зоопарку здесь уже до моря ходить вам будет немножко подольше потому что получается она как бы уходит от моря в этом месте но тоже ничего страшного там вот если вы назад вернетесь там до того прохода будет а метров 400 если где-то там подальше из другой проход ну тоже там 4 450 тоже в принципе это ерунда но зато здесь ходить интересно я сейчас прокачусь покажу тут уже такие развлечения у нас сделали ларечки там разные позвольте у нас здесь голубийской креативно люди жилье сдают него очень проходимо хорошая до машина и вот поставьте на паузу посмотрите кому нужно можно позвонить здесь вечером очень интересно будет такая люди здесь гуляют кушают выбивают это так сказать планируется видимо местная такая прогулочная набережная или как я даже не знаю это назвать уже готовятся детские развлечения но я говорю что это примерно где-то число 15 июня все-таки будет люди тренируются видите с этими с палочками вот там море отсюда наверно метров 200 но к сожалению нужно будет обходить вот здесь конкретно проходов нет все-таки вот пенсионерам я бы советовал там в начале советской но тут конечно жилье лучше видите здесь такие есть уже такие приличные отели а это плюс значит уже открываются потихонечку это хорошо вот так вот вы будете ходить магазин там где я показал первый дом на набережной ну вот где это него стоит вернее там есть магнит здесь вот обратите внимание пятерочка вот здесь парк развлечений тоже хороший не такой большой как в анапе вот я недавно снимал но неплохой здесь как обычно всегда у нас идут ремонты в этом месте но хотя бы спасибо что можно проехать раньше здесь была такая яма огромная вот ее здесь засыпали кто бывал голубийская знаю да здесь машины часто тонули разбивали подвеску но слава богу сделали это очень радует на самом деле и вот кто будет снимать желе у пятерочки вот это ближайший проход к морю тоже где-то метров 300 я думаю ну 400 максимум но зато здесь хорошо снимать кто любит вот эту движуху такую знаете как бы активный такой высказать вечерний отдых какое-то общение с людьми вечером здесь будет толпа народу сюда как раз люди вот съезжаются со всей голубицкой кто на чем кто на велосипедах в общем кто на машинах здесь начинается праздник очень много таких хороших заведений различных кто-то интересно какой забор как я все люблю на за колхоз такой ну тоже неплохо в принципе здесь тоже есть кемпинг морской конек тоже обратите внимание по ценам узнавать и потому что здесь не написано сдаются домики тоже проход к морю вот здесь очень хорошо вечером посидеть отдохнуть здесь всегда много людей и очень такая приятная атмосфера столики беседки в общем красота мы сюда любим приходить иногда посидеть просто тоже вот магазинчики все есть в общем в этом плане хорошее место а сейчас я покажу как раз советскую дом 2 так какой-то ремонт здесь идет ладно объедем вот посмотрите называется тамидиан видите как здесь хорошо приятно цветы тишина фонтанчик с водой вот та вот вся территория практически вручную в розах цветах даже сейчас мне захотелось идти кофе выпить я не знаю работает ли он с утра интересно но в общем красота кстати вот ларек чебуреки работает там уже человек готовит с утра очень хорошо и вот друзья здесь как раз проход к морю в таких вот красивых местах от улицы зеленая 5 и от советской дом 2 очень хорошее место вот посмотрите здесь проехал здесь сразу есть магазин то есть далеко ходить вам не нужно будет это отлично здравствуйте а вы уже открыты отлично у вас пиво только да да я людям показываю что здесь есть и что открыто по пути с улицы зеленой можно вот будет сюда зайти к вам да значит у вас еще и рыба есть интересно я тут не вам ни разу честно снимаю для видео так все время прохожу я тут местный так что друзья смотрите мимо зоопарка вот зоопарки снимал вы сразу же попадаете вот в это место тут магазины пивок сразу вы идете с моря и сразу же вам по пути все это попадается и детям интересно и вам а кто хочет такой веселый отдых я показала меридиан ладно спасибо вам за информацию спасибо обратите внимание человек уже открылся с утра так что здесь все близко и в принципе удобно я думаю когда вот эта улица будет озеленена здесь будет вообще шикарное место это будет самая интересная улица наверное в голубицкой потому что здесь и дома отдыха посмотрите они вот здесь везде и развлечения я буквально вчера показывал вам этот парк зоопарк вот здесь кафешечка просто чудесное место я не знаю но здесь но не долго ходи просто здесь когда идешь когда интересно вообще дорогу не замечаешь и кстати посмотрите вот там установка есть общественного транспорта это тоже плюс и очень большой а вот опять же с улицы советской дом 2 по пути к морю видите какой фонтанчик пруд я здесь постоянно останавливаюсь и смотрю невозможно отсюда уйти очень прохладно здесь хорошо я ищу на советской дом 2 а у меня зрительница спросила снять жилье а я нашел друзья вам получше жилье меня зовут василий как вас зовут лида лида очень приятно лида вот запомните друзья это возможно ваша хозяйка будет которую он заст великолепное жилье мы сейчас пройдем где посмотрим это просто очень удивительно представляете какие бывают случаи такие может быть вам здесь будет даже лучше советская 1 запомните друзья вот лидия а вы вышли я видел вот из этого дома с такими красивыми розами да это вы сами сажали слушайте я спасибо вам говорю в голубицкой нам этого не хватает правда зелени такой вроде бы у нас очень много ну вот у вас во дворе у меня тоже весь двор зеленый велосипед можно тут оставить да так давайте зайдем с удовольствием посмотрим красота я вам сразу скажу вот самое огромное что мне нравится я уже вижу тень то есть есть тенек жару это очень важно побывал на юге понимает и зелени очень много очень приятно лидия вы молодец да мы когда переехали у на у меня был просто голый двор земля сейчас у меня там бросара посмотрите на канале кстати я назову потом канал запишу так расскажите значит вот у нас двор для детей там продащу качели не поставили качели будет там он песочница для детей эти вот качели пойдемте его здесь вот у нас кухня где люди могут отдохнуть вечером посидеть столики готовить могут у нас эти печки красота и все в тенечке это очень важно вот гостиница у нас небольшая людей у нас мало 10 номеров я понял людям отдыхать очень здесь хорошо довольно комфортно вот комнаты у нас уютные очень есть у нас комнаты 5 на 6 есть у нас 3 на 5 это вы имеете по размеру да 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 она с каких людей на каких людей есть у нас значит на 2 на 3 на 4 на 2 на 3 на 4 человека друзья у запомнили если где-то 5 приезжает значит мы дополнительно даем раскладушку бывает что дети так так что вот так посмотрите еще очень хорошо я смотрю здесь это отдельная история хожу здесь и аромат рос вокруг выставляете вот это просто не передать это очень удивительно а я самое главное хочу показать что у вас есть парковка мало того что за воротами еще здесь во дворе у вас здесь в один ряд машины стою да ну здесь достаточно места очень много смотрите есть для детей площадка машины не надо будет там ставить и место для машин это очень хорошо здравствуйте вы не пугайтесь лидия разрешила да да очень интересно вообще а вы здесь сами вот живете в этом да я друзья вот всегда говорю еще голубицкой если вы приедете вот такие хорошие люди вас встретят как родных это однозначно а можно и комнаты вот я немножко здесь в песке в морском ну давайте пройдем посмотрим сейчас это просто удивительно и кстати тоже обратите внимание сейчас зелень вот это все затянет солнце попадать не будет и козырек над окнами это очень хорошо вот посмотрите очень хороший металлопластиковые двери кондиционеры есть я смотрю в каждой комнате вообще хорошо душ туалет комнаты уютные ветки большие комнаты я хочу сказать очень приятный запах у нас голубицкой было затопление многих гостей в домах сейчас запах плесни стоит здесь даже ничего нет такого можете пройти там да я даже не хочу вам пачкать не душ вон там туалет очень большие высокие ну я имею ввиду это самое расстояние и нет я просто с моря и песочек у меня там так а свет включается здесь я сейчас я свет включу и покажу посмотрите вот санузлы вот такие очень чисто хорошо панели здесь но все по простому друзья но очень чисто вы сами понимаете да люди живут небогато но чисто это на самом деле это самое главное на юге и очень приятный запах вот это вот я всегда замечаю это самое главное вы не будете на отдыхе жить и мучиться от этого вот еще вот женщина пенсионерка вот которую вы спрашивали меня про советскую обратите внимание еще вот на это место здесь конечно немножко да далековато от грязевого озера но зато здесь есть другие плюсы ну а хотя вы пенсионеры но все равно за посмотрите вот здесь здесь и снизу комнаты и лестница обратите внимание в некоторых гостей их домах она очень крутая а здесь в чем плюс очень удобно ходить видите как бы такими приступочками я вот на это очень хочу обратить внимание многие люди мучаются на второй этаж не хотят снимать жилье а здесь вот в этом плане хорошо виде я не знаю вот вам спасибо конечно чтобы такой открытый человек это огромное просто спасибо люди посмотрят канал у меня называется деревенский заколхоз вы сможете тоже там посмотреть а ну давайте я запишу до советская 1 в можно найти на сайтах в интернете этот адрес очень легко хочу на юга еще как и мой юг запомните вот так набирать в интернете но здесь просто такой аромат я недавно был в крыму только что вернулся или и вот там такие же розы по моему это романтическая роза называется вы не помните как название я там в ялтинском никитском саду гулял там такой живут аромат стоял да красота интересно в общем хорошее место хорошее место друзья вот запомните я на этом с вами попрощаюсь 2 в я не нашел табличку вот не могу точно сказать принять 2 а это вот советская 2 поэтому остановимся вот на этом месте чудесном на такой хорошей хозяйки скажу вот еще раз вам спасибо огромное всем удачи друзья до свидания приезжайте отдохнете очень будете довольны люди у нас каждый год отдыхают довольны великолепно до свидания друзья